Всех приветствую, друзья! Устраивайтесь поудобнее. Враг маневрирует. Это орки Гундабада. Они послали два отряда, две диверсионных группы. Первая, наверное, идет к Грамму. Во всяком случае, по пути она легко завладела бы этим поселением, если бы не мои отряды кавалерии, которые я отправил на разведку и перехват. Мне казалось, что они будут осаждать Литош, но они решили пройти мимо. Может быть, идут на помощь Карн-Думу. В любом случае, что мы делаем? Добавлю в этот отряд кавалерию, а отсюда выделю два отряда, к примеру, лучников и атакую вождя Угдуша. Таким образом, мы его точно уничтожим. Это те, с кем справиться будет сложнее. А Арагорн справится со вторым маленьким отрядом, который выдвинулся из Бундабада. И таким образом, Арагорн сыграет свою важную роль. Не сидя в Ануминасе и не путешествуя в Бри, а именно здесь, где он нужен больше всего сейчас. Враг. Враг засел вдалеке. Ну, успеют прийти мои подкрепления. Спешить не будем. Вот кавалерию подведем. Я так понимаю, нас с ними разделяют два холма. Тогда идем сюда. Они выбрали самую высокую точку и здесь будут отсиживаться. Но мы вас расстреляем. Лучников отправили. Сейчас посмотрим, как только будем доставать. Можно будет открывать по ним огонь. И, в принципе, перенаправлять кавалерию. Для хорошего удара. Как раз по лучникам. Немножко их обстреляем. Сами ведут стрельбу. Да неужели? Ну, уже 20 или 25 погибло. А эти пока стоят. Вместе со своими хобгоблинами. Вряд ли лучники снага смогут убить хотя бы одного моего воина. Поэтому размыкать строй я не буду. Пусть лучше без устали стреляют. Так, где там моя кавалерия? Ага, кавалерия идет. Пока враг убегает, мы себе приспокойненько можем продвинуться немножко вперед. Тут тоже о потерях можно не волноваться, потому что они восстановятся. 59. Стоило бы отойти. Откроем огонь по налетчикам, пока не достаем до хобгоблинов. Развернемся и ударим с натиском. Хоть натиск у купеческой кавалерии и невелик, но всяко наносит определенный урон. Да, по хобгоблинам. На марше. Плюс еще удар в спину. Сейчас еще десятку вторую лучников положим. Может быть, лычку опыта на них заработаем. И тем самым поражающая мощь нашей кавалерии увеличится. Можно будет рассчитывать, что ребята будут убивать эффективнее. Еще раз отойдем. Если мало двоих натисков, будет три. И так столько, сколько нужно. Налетчиков пока что атакуем. Перезаряжают оружие. Передумали стрелять, решили отойти. Давайте даже разделим усилия. Догоняем бегущих. Вражеские хобгоблины пытаются ударить нам в тыл, но у нас будет время отступить. Да, вторую лучку опыта мы получили. Это, конечно, нам пока что ничего не прибавит. Давайте отступим. Опасно близко вражеская тяжелая пехота. Подставляться нельзя. 16 лучников не такая уж и 15 лучников. Большая опасность, чтобы ее бояться. Как-то ребята решили нас обойти. Давайте расстреляем. Я вижу, куда они прут. Кавалерию отправлю сюда. Ударим с натиска. Кое-кого удается убить. И теперь все. Все внимание приковано к хобгоблинам. Сейчас немножко изменим цель для нашей кавалерии. Я думаю, этих ребят мы сейчас накроем. Очень удачные. Они, скорее всего, разбегутся. Сколько осталось? Сломлены. Догоняйте и убивайте. Здесь десяток уже убили, но стрел еще хватит. Добить. Может быть, даже удастся третью лучку взять. Моим всадникам. Эу-эу-эу-эу. Что за строй? А ну назад. Еле-еле удается убегать. Избежав столкновения с хобгоблинами. Расползлась кавалерия. Сейчас будем пытаться накрыть налетчиков. Вот вам и разомкнутый строй. Попасть по такому строю врага очень сложно. Попробуем пока не стрелять, не тратить время на стрельбу, а развернуть свои отряды. Пусть они соберутся вместе. Их уже 12. А ну теперь. 10. Нет, 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 нет. Не подставляемся. 8. Отходим. Еще двоих убивают. Пятеро их осталось. Вы как-то кучнее бегать можете? Четверо. Еще залп. Продолжить, конечно. Это же наследник. Мне за него отвалят. Очень-очень метко стреляют. Несмотря на то, что расстояние достаточно велико, количество попадающих стрел огромное. Поэтому чаще всего никто и не убегает. Не избегая этих залпов. Все. Отлично. Погиб вражеский полководец. Воинов потеряно 11. 303. Воина врага разбито. Подкрепление к Карн Думу не придет. Хотя, если бы это были одни налетчики снага, я бы не против, чтобы они заместили с собой. Выкуп. 25. Да, пускай отступят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не знаю, куда отступили, но явно... А, вот они. Как бы их так прогнать в Карн Дум? Что ли мне оттуда отойти? Но они отсюда и к раму подойти тоже не смогут на следующем ходу. Надо разбивать этих парней. Кавалерия пусть возвращается. Одна единица кавалерии тут ничего не сделает. Налетчики и неизвестный тип войска. Если тролли будут, будет проблема. Так или так? Как будем заходить? А как быстрее возвращаться? Ну, к примеру, вот так. Сноголучники. Неприятный такой бонус. Давайте. В атаку. Надо порабощать врагов. И, как и обещал в прошлой серии, поговорим о Томе Бомбадиле сегодня. Персонаж произведений Толкина о Средиземье впервые появляется в эпосе Властелин колец. В первом томе Братство кольца Фродо Бэггинс и его спутники встречают Бомбадила в Старом лесу. Он также фигурирует в приключениях Тома Бомбадила. Развертывание войск. Начало. Ну, что, где там враг? Давайте расстреляем его. Лучников. Издалека. Потом, когда боезапасы закончатся. Придем к ним и атакуем. Ему посвящены два стихотворения «Приключения Тома Бомбадила» и лодочная прогулка Бомбадила. Однако, оно никогда не приводилось с английского. Том Бомбадил – это бородатый, улыбчивый человек, который всегда появляется в синей куртке, желтых сапогах и шляпе с воткнутыми в нее синим пером. Несмотря на свою безобидную внешность, могущую даже показаться нелепой, он обладает большой властью, являясь нечувствительным к силе единого кольца. Единственный такой персонаж в романе «Властелина колец». Он разговаривает беглыми, белыми, а иногда и рифмованными стихами. Часто поет и пританцовывает. Том Бомбадил безраздельно правит старым лесом, но никогда не покидает его пределов и близлежащих окрестностей. Ну что, их осталось 40 в атаку серая дружина Арагорна. Конечно, сейчас тихо, 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 тихо. Отойдем в сторону немножко для того, чтобы хорошо разогнаться. А потом ударим с натиском. Еще из холма натиск должен быть просто решающим. Да, вражеский генерал повержен. Означает ли это, что они бегут? Еще отойдем. Нам, в принципе, опыта уже не нужно. Две золотые холочки означают, что мы достигли максимального бонуса. Но почему бы не закрепить этот уровень на трех холочках? ну-ка. Нет, вот этих давайте рубанем. Они там что-то кидали. 54. Еще раз назад. И продолжить, конечно же. эти подальше находятся от карн-дума, поэтому, наверное, в гарнизон не отправятся. Ну, или выкуп запленников возьмем нам, какая разница. и остатки доберем. Командующих. Другими словами, он не имеет себе равных в тех пределах, которые сам же для себя установил. Его точная природа никогда не была определена Толкином, и многие авторы попытались ответить на вопрос, заданный дважды Фрода в книге. Кто такой Том Боббодил? Безоговорочная победа. Помним, мы в прошлой серии подсмотрели, что за такие победы Арагорн зарабатывает некие очки. Происхождение. Истоки характера Тома Боббодила находятся в деревянной кукле-марионетке, так называемая голландская кукла, с таким именем, одетая в красочной одежде, которая принадлежала второму сыну Толкина, Майклу, или, возможно, всем четырем его детям сразу. Не хотите заплатить? Троллей среди врага не было, и это настораживает, значит, они придут второй партией. Отступаем. Два хода понадобится, чтобы уйти. да, тут мы тоже особо не продвинемся. Итого 3000 у нас есть, их нужно потратить, чтобы они уже приносили пользу. Все вроде довольны везде. Что насчет осады? Взять сейчас это поселение? Возможности у меня нет. Хорошо, тратим деньги, передаем ход дальше. Тратим вот только на что? Поселение, которое легко могут взять с одного хода. Следующий уровень 800 жителей. Ждем. Седона тут та же самая ситуация, но скоро мы сможем построить вокруг нее стены. Пристенки, дозорный пост и ополчение Бри. Численность войск 1. Пусть будет дозорный пост. так, здесь нам выращивать культуру не надо. Здесь тоже как бы не надо. В Береге все готово. Алимир, что здесь? Здесь тоже ждем, пока поселение вырастет. В могильниках ничего. Ничего. Как ничего и тут. Ладно, оставим 1400, вдруг они пригодятся нам в дальнейшем. или может в грамме что-то построим. Найм здесь невозможен, но только потому, что здесь так, это у нас не трактир, это у нас обелиски. Обелисков нет. Вот они появятся и наймем воина. Передаем дальше. Смотрим за тем, что происходит на территории Рохана. Следим за гномами, Гондором. Ну, в общем-то, за ними мы никак не проследим, но будем внимательны. Сейчас не будем отвлекаться. Любое движение врага очень интересно. Куда бы он ни пошел, мы должны об этом знать. Там, где есть наши шпионы и разведчики. Там, где есть наши глаза и уши. Верные и преданные. Орки Мглистых гор не видно. Харат не видно. Орка Гундабада ничего не изменилось. никак прибывает дань послание от хоббитов. Выполняя условия нашего соглашения шлем вам дань и пусть ваши воины будут сыты и продолжают стеречь границы нашего края. Интересно, каков размер дани? В принципе, можем, наверное, посмотреть здесь. Дипломатия дань? Нет, не посмотрим. Отношения очень хорошие. лесорубы и форности и райни. Наши крепости приносят нам войска. Плюс еще возможность заказать четыре отряда как минимум. Стражи отпорной городьбы в Бри. Я так надеялся, что дадут что-то стоящее. Чего нам их раскидать? Или в сторону Гундабада везти? Всяко там как-нибудь пригодятся. Или все-таки везти их в сторону Ост Инедиля, где мы столкнемся с большой армией врага. Они либо нас ждать тут будут. Нет, не будут они нас ждать. Им это неинтересно. Теперь мы должны решить. Либо мы встречаем их на переправе и расстреливаем нафиг. Только на какой переправе мы будем встречать? Если мы их пустим, к примеру, у них либо осада Ост Инедиля, либо они к Сидоне могли бы пойти спокойно и сюда. То есть зачем-то они двигались сюда вниз. Но при этом а тут мы от них берег закроем и беззащитный южный торбат. Либо они уйдут куда-то сюда на следующем ходу и тогда нам придется их догонять. что будет достаточно сложно. Эх, ладно, Бри, отправляемся в пристенки. Ого! Серьезно так-то? Какие силы собрались? Да, ведем ополчение. Ануминас. Смотрим, чем мы можем ускорить прирост. Не то. Не и это не то. И это не то, и это не то, и это не то. Можно построить дом старосты и попробовать посла организовать к высшим эльфам. Три хода в это ближайший к ним город, над которым мы имеем власть. В остальных городах мы власти не имеем, разве что в Алимире. Но в Алимире никакого посла построить мы не можем. Эльфы хорошо подошли. Надеюсь, будете участвовать в разборках наших. Так, Лондар охраняет Лагу в Бесстрашной и он же тут и погибнет. Много здесь есть хороших построечек. гунда бацов там не вижу. А ну-ка есть герой дня. еще один отряд следопытов. И самое главное, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять мест, то есть еще 11 мест для гарнизонного скрипта у них есть. соответственно, соответственно, мы можем преспокойненько объединять наши армии и готовиться уже к осаде. Конечно же, надо будет подождать Арагорна. Без него такие вещи творить не стоит. и давайте-ка присмотримся внимательнее к тому, идет ли что-то оттуда или нет. И вернемся назад. Будем таким образом осуществлять контроль за этими территориями. К примеру, вот так вот. И вот так вот. И за Арагорна не страшно. Армия собирается неплохая. Я думаю, такой армии у нас гораздо больше шансов разбить силы противника. Бри, прежде вложимся в экономику. Малые конюшни нет. это переобучение, нет, не переобучение, а лучше таки найм. Неполный отряд может остаться защищать. Сейчас еще посмотрим, где у нас в Седоне возможен найм. Хорошо. Вроде Седоне не угрожает никакая опасность. есть. И построим здесь обелиски, чтобы тоже иметь возможность что-то нанимать. Чего-чего, денег не хватает. Тогда нет. Тогда нам здесь лучше армию, пожалуйста. Там враг идет, нам надо будет чем-то защищаться. И лесорубов давайте. проверяем остатки. Ануминас тоже даст нам лесорубов. Так, кое-какие города я уже по два раза проверяю, но это для того, чтобы не пропустить ничего. Разобрались. Теперь нам нужно договориться о торговле. О торговле с Роханом. уступка? Да неужели? А вам не выгодно что-ли? Потом мы могли бы вытребовать у них деньги за сведения о карте и предложить напасть на державу. за скромные деньги. Где 100, а вдруг нет 200 монет на это они не пойдут. Ну пусть будет 100. Тысячу выторговать уже будет лучше. оплатим труды наших шпионов и послов. Вот так вот они оценивают это все дело. Не больше 100 монет. но жаловаться не на что любая такая тысяча вложенная в экономику Эриадора потом приведет к приросту в 10 тысяч через десятки ходов. Или мы будем обладать еще одним отрядом с помощью которого одолеем врага там где без него одолеть не смогли бы. Нет не сдать область а напасть на державу. еще у нас есть три предложения. И дикари Дунланда. Теперь осталось обменяться правом прохода дабы они не оскорблялись и не хотят. Тогда мы вам продадим право прохода за 200 монет. Отсутствие интереса. Я уже знал что будет отсутствие интереса поэтому не стал менять предложение. Ну идем идем к Гондару в общем-то. Донхару. Пройти может быть так заодно посмотреть как там дела в районе Линхера оттуда отправиться к Минас Тириту. Все равно видим через два хода мы будем там. и переживать нам не о чем. Деньги появились и теперь надо решить как их потратить. в Бри на такую сумму ничего не купишь. Здесь только камни тоже не хороший вариант. Алимир мы уже смотрели. Можно поля в Аргонде засеять на эту сумму. Ничего и ничего. Ладно так и быть. Ну что давайте Лондар возьмем напоследок. 48 воинов. Не хочется никаких потерь. Так что наверное будем брать вручную. Заодно дочитаю я вам о Бомбадиле. Итак все дело в кукле марионетки. Биограф Толкина Хамфри Карпентер писал что старший сын Толкина Джон бросил ее однажды в унитаз потому что не любил ее. Но она была спасена. Толкин вероятно начал рассказывать истории об этом персонаже своим детям в конце 1920 годов. Но они никогда не были записаны за исключением нескольких строк описания Тома Бомбадила чьи в будущем основные характеристики там уже присутствуют. Это человек полной силы смелости в синей куртке желтых ботинках и шляпе с вотнутым ее синим пером. Ну что готовы сражаться в принципе тут пришел увидел победил но опять же победа должна быть аккуратной нас два тарана начало все вперед отправились здесь хороших лучников кроме хоббитов и кто это у нас лучники бандабраса в общем-то и нет зато есть два отряда топорщиков интересно с такой армией можно захватить толсир до того как это сделает рохан а потом к примеру объединить ее с теми войсками которые есть у нас возле берега тарбадов и осты негиля и совершить вылазку на дуны арт враг на площади разбили вход в общем-то запутанная история с этим бомбодилом выходит идем не знаю даже заходить не заходить моими лучниками ну наверное два отряда заведем врагу придется либо в одну сторону бежать либо в другую и несколько отрядов будут ждать снаружи эти ребята вроде как бегают не очень поэтому нужно быть очень осторожными телохранители у рук хай все-таки сила выставим здесь чтобы массированный обстрел организовать парням хороший залп теперь надо отступить пока они будут убегать их могут и нагнать давайте 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 не это самое не мешка и можно даже будет отступить вон туда видите как быстро догоняют их главное вывести на линию обстрела вперед 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 так чтобы с двух куда побежали трусишки мелкие хобби трусливые нет 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 приманиваем а то у нас как бы один отряд в ловушке оказался все теперь топорщиков сюда ведем сейчас будут большие проблемы ну убегать уже вау вы посмотрите а у нас ведь тут отряд следопытов был отступаем конечно же эти ребята бегают будь здоров хорошо и нагнать врагу их будет очень тяжело а пока их в спину обстреляют тоже замечательно хотя чё отступать вперед сражайтесь главное полководца не убить нет 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 держись парень давай и наноси свой смертоносный удар красавчик молочинка закрывайте его телохранители вы должны своей жизнью за его жизнь отвечать а теперь попробуем отойти ай-яй-яй хорошо там стрелы мешают стрелы и телохранитель вступился ну ложим ложим врага их остается немного враг побежал на площадь спасли мы нашего полководца я думаю до площади добегут немногие нет не на площадь эу-эу-эу-эу тихо-тихо-тихо вот это уже подстава реально давайте хоббиты валите этих огромный шей поэма толкина приключения тома бомбадила написанная в 1934 рассказывает о бомбадиле весельчаке живущем в лощине недалеко от реки недалеко от реки ветлянки где он бродит и исследует природу на досуге несколько таинственных обитателей лощина в том числе дух реки златы также известная как дочь реки злобный дух дерева старый вяз семья барсуков и умертвия из могильников предпринимают попытки захвата бомбадила для достижения своих целей но бессильны против силы голоса тома который противостоит их чарам и приказывает вернуться к их естественному существованию или заснуть в конце стихотворения бомбадил захватывает и женится на злотейнике на протяжении стихотворения бомбадил не выражает беспокойство по поводу попыток захватить его и освобождается от них властью своих слов безоговорочная победа хорошо позднее стихотворение лодочная прогулка бомбадила в большей степени связывает бомбадила со средиземлем показывая путешествие вниз по реке ветлянке к брендивину где хоббиты живут в хейсэнде бомбадила пытаются остановить различные речные жители на его пути в том числе птицы выдры и хоббиты но том приструнивает их всех своим голосом заканчивая свой путь на ферме мегата где он пьет пиво и танцует с его семьей что у нас тут амбар урочья харчевня лагерь лесорубов скоро будем флот нанимать опять наверное оставим самых самых-самых пример отряд городьбы и теперь вопрос двигаться ли вниз ближайший пункт конечно это у нас лонтайр значит следующий венедвайте будет лонг ангрен или лонт ангрен сейчас мы его тут где-то найдем а затем последуем к талсиру низкие налоги должны удовлетворить запросы местных жителей так что бунтовать они не будут и в общем-то можно передавать ход дальше но это уже так сказать территория другой серии и заходить на эту территорию я не стану хотите атакуйте на переправе я вас с удовольствием встречу не атакуете осадите ост и недель да тогда будут у меня проблемы надо будет это всюду сводить войска для того чтобы с вами справиться и даже сейчас я бы пожалуй рискнул отправить один отряд лесорубов на помощь своим воинам сделать здесь низкие налоги буду действовать так либо успеют но это на тот случай если они к осте неделю отойдут тогда мне понадобятся войска чтобы с ними справиться и наверное из седоны тоже отряд придется отводить раз тут создается новый эти парни никуда не успеют удачи вам друзья и хорошего настроения